Ой, 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 мамочки! О-о-о-о! Ой-ой-ой! Ёлки-палки, что делается, девочки? Сегодня мы выходим в садик, и, наконец-то, у меня последний день в этом садике. Ха-ха-ха, я не думала, что я вам это скажу. Всем добрый день, девочки мои. Два часа дня. Я смотрю, небо потемнело, в комнате аж темно стало. И уже где-то громыхает. Гром и молния сейчас начнется. Должен быть и... Ой, какие тучи черные. Сейчас посмотрим, что у нас начнется. Пока что сухо. О, поднимается ветерок. Дон прям черный, смотри, стал. Где-то уже слышен гром. Поснимаю вам чуть-чуть стихию нашу. Прям страшно становится. Как будто вечер сейчас. Ужас. Ужас. Но я жду, когда сейчас начнется тут у нас что-нибудь. Ой, ветерочек хороший. Свеженький такой, 25 градусов. Температура самая комфортная. Два часа дня. А в комнате абсолютно темно. Аж прямо жуть берет, я не знаю. Выключила свет и все, абсолютно темно. Ветер усиливается. Вон, пошли капли капать. И вот эта ветка, она меня всегда пугает. Когда начинается сильный ветер, она у меня начинает цеплять мои палки. И она уже, наверное, у меня уже будет доставать чуть ли не до окна. Вообще, вот она, прям рядом. Все, большие капли такие начались. Ух ты, какой ветер. Ничего себе. Прям страшно. Ой, 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 мамочки. Ой, 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 ой. Ёлки-палки, что делается, девочки? Ёлки-палки, страшно как. Ой, 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 ой. Ой, господи, боже мой. О, кошмар. Ветки уже дотягиваются до стекла. Ой, мне прям страшно. Кошмар. Никак не могу допроситься, чтобы мне эту ветку срезали. Вообще. Вот они, вот. Прям рукой дотянуться можно уже. Ой, кошмар. Смотрите, что творится, девчонки. Ничего себе. Вот этого всегда я боюсь. Вот бывают такие моменты, когда прям сильный ветер, очень сильный. Ой, смотрите, что творится. Вот она прямо, вот она ветка. Сейчас я закрою дверь, выключу в коридоре свет, будет лучше видно. Вот так, чтобы ничего не освечивало. О, кошмар, кошмар, девчонки. Ой, прям страшно даже как мне, представляете, подойти. Дождик уже идет. Ой, ой. Какой бы ветер только вот такой сильно прекратился, меня больше всего пугает. Пугает, мне кажется, что ветка сейчас выбьет окно. Ну, вот это меня пугает лучше всего. Все, пошел дождь крупными каплями. Спасибо за просмотр. Я смотрю, ветки наклоняются и цепляют краешек моей антенны. Боюсь, что и антенна может тоже сорваться из этих веток. Что ж такое? Вот какой ветер. Пришлось окно закрыть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такой сейчас густой дождь идет, вернее ливень, что аж даже не видно стало домов ближайший. Как с ведра льет. Сплошной стеной вообще. Еще и ветер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот она ветка, прямо вот она. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что удивительно, на градуснике было вот 5 минут назад было 25 градусов. Сейчас показывает 17 или 18, не помню. Сразу резко упала температура. Кошмар. Мне через полтора часа идти надо за Настей в садик. Я боюсь. Я чувствую, мне придется плыть по ледяной воде. По колено было по воде идти. И зонтик, главное, что зонтик не поможет. А то моргнуло сейчас, видели. Зонтик унесет ветром. Хоть бы ветер прекратился, я не знаю, или дождь уже, чтобы пошел. О, сильный какой. Гром гренит. Так, три часа дня. Вот, прошел час. Ну, в принципе, дождь прошел быстро. Он прошел буквально спустя полчаса и вылился весь. Я смотрю, 21 градус сейчас на градуснике. Дождь прекратился, небо просветлило. О, даже там солнышко виднеется как-то. Ну-ка рассмотрим. Так, на лужах ничего не капает. Но гром еще слышим. Еще, еще будет дождик. Ну, свежий воздух такой классный после дождя. Мне нравится. О, ну, хоть бы не было дождя, когда я пойду. Как всегда. Как все так хотели бы, да? Вышла, иду в садик. Дождик слегка капает. Вот, но свежий воздух и прохлада. Это хорошо. Вот пройтись по такой аллейке, по свежему воздуху, классно. Сейчас немножко от дороги отойду. Девочки, я с перепугу надела дождевик. Кстати, дождевик провалялся у меня в упаковке больше года. Я его ни разу не надевала. А сегодня надела, смотрю, а там кнопки не работают. Я взяла две булавочки, прицепила и все. Потому что у меня зонтик один. Я думала, что зонтик я отдам Насте, когда мы будем идти с ней вместе. А сама я капюшончик надену и с этим дождевичком пройдусь. Жалко, нету детского дождевика. Не попался мне, он я бы купила нас. Вот, так что, в общем, иду за ней. Сегодня у нас тренировочка пораньше. Не знаю, в чем она сейчас там одета. Может быть, в легком платье, но на улице 19 градусов. В общем-то, не холодно, но прохладно все-таки. Машины туда-сюда, туда-сюда снуют. Время 4 часа. Вроде еще не час пик. И они вроде бы как должны еще не ездить в таком большом количестве. Но они ездят. Ладно, в общем-то, я как бы спешу. Может, зонтик убрать. Вот так вот. Я не такая розовая, да? Как под зонтиком. Но чуть-чуть капает. Ладно, пройдусь по-быстренькому. Всем привет! Сегодня мы выходим в садики. И, наконец-то, у меня последний день в этом садике. И когда уже пройдут наши выходные, субботы и воскресенье, я уже пойду в свой садик. И мне очень круто. Мне очень нравится, что я продолжу в садик. И при этом, наконец-то, что уже прошел целый месяц. Они, кстати, были целый месяц, я ждала. Но это было недолго. Это где-то там 4 суббота, воскресенье, пятница. Ну, где-то 4 там... Пять недель. Пять недель, да. Ну, пять недель, да. Наконец-то с друзьями своими встретишься. А, да. Я им расскажу, что я была в ящиках. Но если они меня смотрят, они все равно могут посмотреть мое видео, узнать, что я там наболтала, что я в ящиках. Сейчас они посмотрят, что я в ящиках. Мы приходим, я такая говорю, ой, сейчас. А я им такая говорю, а я в ящиках. Они говорят, я знаю, я видела там свои видео. В общем, вам там наговориться еще нужно будет. У всех какие-то свои впечатления. Вы там будете первое время делиться впечатлениями, да? Да. Девочки, сняла я эту клеенку. В ней так неприятно. Она прилипает к телу. Я ее сняла, и я вся под ней мокрая. Но дождик сейчас едва-едва капает. Ветра нету вообще. И, в общем-то, сказать, прохладненько, но не холодно. Да, дождик слегка капает. Ну, если что, зонтик, под зонтиком пойдем. Сейчас бабушка его сняла, да. Она такая говорит, ой, липко-липко не могу снять. Все, сейчас мы мчим на тренировку бегом. Подожди. Миль, давай, за мной иди, вот это, по лужам, не иди. Вот так, за мной прям. Ну что? Всем пока-пока! Пока-пока! Ну, а я еще с вами не прощаюсь. Мы еще увидимся попозже. Доброе утречко, мои дорогие. На улице 18 градусов. Прохладненько сегодня. Ну, вот после дождя. 6 часов утра. Я вам хочу сказать, прям прохладненько даже. Вот первое прохладное утро. Прям даже, можно сказать, холодное. Осень приближается, это чувствуется, да. Я уже проснулась, мои дорогие. Ни свет, ни заря. Меня разбудил сегодня мотоциклист. 5 часов утра. Как газанул где-то тут. Рванул. Думаю, ничего себе, с какой он скоростью там несется. Камикадзу, наверное. Ну, в общем, разбудил. Лежала, лежала, встала, в конце концов. Прохладненько сегодня с утра. Прямо я что-то так села. Думаю, надо что-то уже такое вот одеть. Может быть даже, ну, с рукавчиком будет жарко. Ну, сегодня будет тепло. Холодно не будет. Но ночь уже первая такая, можно сказать, холодная. Но это после дождя. Хотя уже, да, конечно, чувствуется приближение осени. Уже скоро будет прохладненько. Уже началось, наверное. Хотя, я не знаю, не смотрела я на период погоды. Наверное, еще жаркие деньки, может быть, будут. Но уже, может быть, не настолько жаркие. Кто-то пишет. 33 градуса, вы говорите, жарко, да, девочки? 33 мне жарко, мне душно. 33 мне еще не жарко, да. До 30 нормально, а выше 30 вот уже жарко тогда. Так, сижу, пью кофе. Скоро соседка, наверное, подтянется тоже кофе со мной попить. Проснется, скоро придет. Что у меня сегодня? Сегодня мне Настю должен сын перед работой привезти. Я должна отвезти ее на тренировку. И потом забрать с тренировки. И, в общем, до вечера она будет со мной. Что мы будем делать, не знаю. Что-нибудь придумаем. Вот. Но пока сейчас я, может быть, отвечу на некоторые вопросы по комментариям. Сейчас я загляну. Напомню себе, какие там были вопросики. Почитала я еще раз комментарии, которые под последним видео. Ну, в общем, пятнышко я терла, терла, девочки. Все перепробовала. Но меламиновой губкой я не пробовала. Но мне кажется, вряд ли она поможет. Ну, попробую. Хорошо, раз советуете. И еще там советуете лимонная кислота, сода. Ну, может быть, попробую тоже, в общем. Ну, если что-то поможет, я, конечно, вам обязательно об этом напишу. Ну, и перед сном кто-то пишет, йогурт или салатик. Ну, я не йогурт. Да, иногда йогурт выпиваю. Потому что кефир, либо молоко, либо кефир я раньше выпивала. Но кефир, он кислоту какую-то имеет. И мне кислое нельзя. В общем, на кефир бывает у меня как изжога. Вот. Поэтому, да, йогурт покупаю. Ну, в общем, да, перед сном в последнее время стала выпивать йогурт. Потому что совсем голодная, спать не могу. Я не могу уснуть. Да, как и многие тоже из вас. Вот. Ну, в общем, короче говоря, я не знаю. Я уже, честно говоря, подумала. Мне хочется, мне хочется побыстрее похудеть. Но я просто уже знаю, пробовала, срываюсь. Поэтому я боюсь там жесткую диету. Хотя вот иногда мечтаю, думаю, да. Вот если бы как раньше взять бы жесткую диету себе. Но раздельное питание, это вот у меня уже проверено. Потому что я пробовала уже тоже по вашим рекомендациям. Разные там, какое-то интервальное питание, голодание, интервальное. Там какие-то там отдельные диеты. Все это пробовала. Но не выдерживаю долго. Раздельное питание, вот я как-то выдерживала. Но это было еще в 12-м году, 9 лет назад давненько было это. С годами все сложнее и сложнее какую-то диету соблюдать. Потому что хочется чего-то. Но раздельное питание, это нужно, конечно, и хлеб тоже исключить. То есть вообще как бы или хлеб есть, но только не с мясом. Не с мясным, не с маслом, короче, не с жиром, не с белком. А только с углеводами хлеб можно, да. То есть это получается с кашей хлеб. Обычно я с углеводами хлеб могу, кстати, и не есть. Вот макароны я могу без хлеба есть, кашу могу без хлеба есть. Даже борщ могу без хлеба есть. А вот если мне захочется масло с сыром намазать, ну вот это уже нельзя, надо будет ее исключать. С колбасой тоже нельзя хлеб. Ну, в общем, надо будет хлеб как-то тоже исключить или, может быть, пару кусочков там на день оставить. Ну, сложновато, сложновато. Я так продумываю какие-то еще варианты, ну, чтобы только не сорваться, знаете. Ну, пока что еще так оно у меня в проекте в голове сидит. Ну, пока самое главное, что я смогла отказаться от булочек. Хотя иногда хочется булочку с маком. Ох! Ну, от булочек отказаться смогла, от сладости отказаться смогла. Но если прям захочется сильно, у меня горький шоколад есть, я могу там кусочек небольшой съесть. Вот, да. Самая главная проблема, это, вы знаете, вот я днем еще могу там перекусы какие-то немножко поесть. Но у меня всегда аппетит просыпается уже вечером после ужина, когда мне хочется прям что-то такое съесть. Бутерброд, все. Вот у меня уже туда. С утра аппетита нету. С утра так есть не хочется. Я могу единственное вот эту овсяную кашку поесть. Она легкая такая, проваливается легко и все. Вот с нее обычно день начинаю. Но это, я начинала и в диету тоже с овсяной кашки. И, в общем, нормальная диета была. Ну, потому что все-таки все равно там небольшое количество этой кашки. Но нужно силы надеть, чтобы были. Утром взбодриться именно вот кашей, именно углеводами. А потом уже как-то их убрать. Вот. Ну, в общем, как получится, так получится. Ну, а что форсироваться от событий? Главное, что потихонечку, потихонечку. Ну, эффект есть. Хотелось бы быстрее. Нужно немножко сбросить лишний вес. Потому что, ну, и самой тяжело как-то, да. И вот кольцо, например, я уже снять не могу. Даже пробовала с мылом, с маслом. Оно не снимается у меня. Кстати, вот надо пробовать, может, почаще. Как снимется, так все нормально будет. Ой, не думала, что я вам это скажу. Ну, все, девочки. В общем, продолжаю сейчас пить кофе. Пока раскачиваюсь, пока просыпаюсь. И потом посмотрим, что будем делать дальше. Всем привет! И сейчас я пришла из треника бабушки. И мы идем на тренировку. Сегодня у нас хореография. Может, после хореографии мы чуть-чуть потянем шпагаты. Ну, а может, мы просто позанимаемся, ну, как-то мило, ну, вот это вот. Ну, где-то в балерине. Хореография. Хореография. Ладно, все. Выходим, идем на тренировку. Все, мы пришли первые, да. Мы такие. Ну, еще чуть-чуть в кроссовке. Ну, зато не спеша будем переодеваться. У девчат уже началось занятие. Ну-ка посмотрим чуть-чуть, что они там делают. Хореография у них сегодня. Вот так. Так, ну ладно. Пока они занимаются, пойду схожу в магазин пока. Пройдемся пока до магазинчика. Я не знаю, заскочить в магнит, что ли. А заскочить еще вот в этот Кущевский, куда я заходила. Сейчас посмотрим, что-нибудь прикупим. Сидеть в раздевалке все время очень скучно. Ну что, мы сейчас вышли в тренировку. Она у меня подтренировалась. Меня бабушка ждала. Дома у нас входит в главный магазин. А, в какой-то магазин? Конечно. Бабушка тут набрала магнитик, продукты. Сейчас 3 дня в доме. Будем сидеть, обеда. Да, мне тоже проголосово. Сейчас и проголосово. Да. Вот тренировка по 2 часам. Сейчас у девочки старшие. Девочки старшие группа. Сейчас там с помпонами занимаются. У них вторая программа. Я вовремя соревноваться второй раз. Настя сама себя смешит и хохочет. Это ты меня смешила. Я ничего не говорила. Ты сама сказала? Пока Настя смотрит там один дома 4. Покажу я вам, что купила девочки. В Кущевский зашла, взяла сырники. Вот эти с изюмом. 4 штуки вытянула на 128 рублей. 4 котлетки взяла куриные на 193 рубля. И вот этот вот рулетик мне очень нравится. Такой вкусный. Вкусный там с сыром. Рулет из яйца, по-моему, яичный. Яичный рулет с сыром, да. Ну, 3 кусочка взяла 77 рублей. Так, это мы взяли в палатке. Розовый помидор. Настя любит помидорчики. Ну, еще я взяла молоко, ряженку, если Настя захочет. Маленький хлебушек отрубной. С соляной. Финская. Вот белорусское золото. Первый раз взяла такой сыр. Такой кусок нормальный. Попробую, что белорусское должно быть вкусный сыр. Это я взяла Насте пирожок, потом на перекус. Майонезный соус легкий, 15%. Ну, магниты только продаются. Поэтому по случаю взяла. И взяла фарельку. Сейчас что-нибудь будем кушать. Девочки, мы с Настей вышли прогуляться. Мне пришли заказики мои. Побелик и Василек. И, в общем, только что дождик прошел, свежий воздух. Мы решили прогуляться по воздуху. И заодно забрать мои заказики. Сейчас мы идем туда заказывать что-то. То есть не заказывать, а забирать. Забирать. Сейчас мы идем с моим папой там человечек. А бабушка говорила, кстати, что я буду идти и кликать в руку. А я же не кликаю. Ну, тебе лишь бы что-то в руках нести. У меня делом. Я делом занята. Делом занята. Ой, деловая, деловая сосиска. Ой, хорошо после дождичка воздух свежий. Вообще сегодня душновато. Испарения такие. Хотя не жарко, но душно. Вот. Ну, все, мы уже почти пришли. Только мы пришли домой. Через пять минут смотрите, какой ливень пошел. Вот мы вовремя сходили. Прямо специально для нас было окошко. Перед этим дождь прошел. И вроде небо посветлело. И мы пошли без зонтика. Пришли и все. Дождь пошел опять. Ну, классно. Зато мы все забрали. Сейчас выбираем новый фильм, какой мы будем смотреть. Сейчас хочу какой-нибудь такой интересный фильм посмотреть. Опять что-то в комнате потемнело у нас. Всем доброе утро, девочки мои. Я проснулась. Кофе попила. И уже настраиваюсь. У меня сегодня съемки, съемки, съемки. Я же вчера забрала два заказика. Вот. И сейчас я сегодня свободная. Настя вчера забрала уже Наташа полдевятого. Я прямо рухнула спать. И у меня никаких сил ни на съемки, ни на что не осталось. Вот. Но сегодня уже со свежими силами. Сейчас приведу себя в порядок. Буду снимать Василек. Вот это видео хочу сейчас завершить тоже. Пора его выпустить. А Фаберлик я покажу в следующем влоге уже. В следующем влоге там что-нибудь. Покажу вам бьюти. Бьюти-блог будет такой. Я уже вечером не стала снимать Настю. Потому что Настя уже сама устала. И от меня. И в общем, как бы мы каждый день, получается, видимся. И все. И в общем, она уже начала баловаться. Я начала внушение ей делать. Ну, в общем, короче говоря, подустали мы обе. И, в общем-то, я так не стала уже снимать. Снимать уже особо было нечего. Вот. Ну, все, мои хорошие. В этом влоге у меня тут уже и стихия, и дожди. Сегодня вот утром ясная погода. Сейчас нету ветра. 22 градуса. Идеально. Потом смотрю прогноз погоды. В течение дня дождь. Вечером дождь. В общем, не поймешь, кому верить. Ну, ладно. По крайней мере, я сегодня дома. Никуда не собираюсь. Буду сегодня копошиться. Делать свои дела. В порядок себя приводить. Видео снимать. Видео монтировать. В общем, я буду занята сегодня целый день. Ну, а на этом я хочу с вами попрощаться. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok